МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем недобрую ночь ожидала жителей многоквартирного дома по улице Есенина в Саранске. 20 июля около половины 10 вечера на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в бывшем общежитии. На тушение были направлены пожароспасательные подразделения сразу из нескольких частей города. С торца здания происходило горение с третьего этажа, была угроза распространения огня на четвертый этаж. Было создано два звена ГДЗС. Одно на защиту выше лежащих этажей и на тушение пожара. Вечером большинство жильцов находились дома. Когда едкий дым стал заполнять коридоры и комнаты, многие начали самостоятельно выходить на улицу. Другим помогали сотрудники МЧС. Детей пожилого мужчины, страдающего астмой, они выводили в спасательных масках. Всего на улице оказалось 47 человек. Правда, некоторые решили задержаться на свежем воздухе. Пожарным пришлось живым щитом вставать в фойе первого этажа, чтобы предупредить отравление. Попасть в горячую квартиру спасатели не смогли. Дверь оказалась закрыта. Ее скрывали специальным инструментом. На момент раскрытия квартиры никого не было. Происходило горение внутренней отделки. Площадь пожара составила порядка 20 квадратных метров. Больше всего дыма скопилось в квартире на этаж выше. Дверь в нее тоже была закрыта. Сотрудники МЧС проникли в комнату через окно по автолестнице. Никого из людей там не оказалось. Владельцы были на даче. Сейчас специалисты устанавливают, от чего могла загореться квартира. Анастасия Семушева. Программа происшествия. По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний житель республики. По предварительным данным, 19 июля 2017 года подозреваемый у нас в машине увез из поселка Комсомольский девочку, с которой познакомился накануне, и совершил в отношении нее половые преступления. Вернувшись домой, девочка, произошедшему, сказала родственникам. После чего они обратились с заявлением в прохранительные органы. В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление заказательной базы. С потерпевшим и задержанным работают следователи. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меропресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Алексей Поляков, руководитель ЧАНС, Сомережного следственного отдела, следственного управления, следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия. 70 преступлений выявлены, и более 11 килограммов растительных и синтетических наркотиков изъято. Республиканская МВД отчиталась об итогах первого этапа операции МАК. Межведомственное мероприятие проводится в республике ежегодно, направлено в первую очередь на профилактику. Поэтому особое внимание стражи порядка уделяют выявлению ликвидации плантаций дикорастущих наркосодержащих растений – конопли и мака. Всего во время операции было найдено 16 таких очагов на площади почти в 4 гектара. В одном случае конопля была посеяна специально. В Ковылкинском районе на участке в 5 квадратных метров наркоман готовил сырье для будущей марихуаны. А рядом в доме открыл без преувеличения фабрику наркотиков. Здесь он сушил и измельчал, что вырастил, а затем набивал смесью папиросы. Судя по пустым пачкам, масштабы были внушительные. Но, как сказал полицейским задержанный, он ничего не продавал, все для себя. А это кадры из Розаевки, где 47-летняя женщина выращивала мак на своем огороде. Полицейские под роспись предупредили ее, что за культивирование наркосодержащих растений предусмотрена уголовная ответственность. Однако ни через день, ни через три женщина никаких действий для уничтожения мака не предприняла. Полицейские пришли снова. В сарае в ходе проведения осмотра места происшествия было обнаружено два мешка с наркотическим средством маковая солома. В сыром виде около 8 килограмм. Кроме того, на приусадебном участке сотрудниками полиции было обнаружено 46 растений наркосодержащего растения мак. Сейчас эксперты изучают растения. После их заключения будет принято решение возбуждать ли уголовное дело. Как рассказали в МВД, из 70 выявленных наркопреступлений только 17 были связаны с коноплей и маком. Все остальное – это так называемая синтетика наркотики, которые потребители покупают в сети интернет и забирают в тайниках-закладках. Наряду с фактами приобретения и хранения наркотиков, полицейские предотвратили более 20 случаев сбыта смертельных порошков и трав. Они не дошли до конечного потребителя. Как только уголовные дела по всем этим преступлениям будут завершены приговорами судов, все вещдоки сожгут. На этом операции МАК не заканчивается. Стартует второй этап. В МВД просят всех, кто обладает информацией о местах дикого произрастания конопли или мак, либо фактах незаконного оборота наркотиков, звонить по телефону 102. Александр Аносов, программа «Происшествия». Четвертый отдел полиции Саранска разыскивает без вести пропавшего Костромкина Александра Анатольевича, 1972 года рождения. Его приметы. На вид 45-48 лет, рост 170 сантиметров, лицо овальное, плотного тела сложения, глаза светлые. Был одет коричневые джинсы, кроссовки голубого цвета с подошвой белого цвета, коричнево-зеленую толстовку с горизонтальными полосами на груди. Если вы располагаете информацию о месте нахождения Костромкина, просьба сообщить по телефону 29 77 44 29 77 01 или 102. Отдел уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Ковылкинский разыскивает без вести пропавшего Феськина Николая Ивановича, 1949 года рождения, который 11 мая в период с 8 до 10 часов утра ушел из своего дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В последний раз Феськина видели идущим в направлении города Саранск. По обочине автодороги сообщением Ковылкина-Саранск между селами Мордовска и Русско-Коломассово-Ковылкинского района. Приметы Феськина. На вид 65-70 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые. Был одет куртка баллоневая черного цвета ниже пояса, брюки черные, туфли черные кожаные. Особые приметы. На пояснице имеется шрам круглой формы диаметром около 1 сантиметра. Страдает психическим заболеванием. Всех граждан, кому что-либо известно о местонахождении Феськина, просьба сообщить по телефону в Ковылкино. 2-17-44, 2-16-20 или 102. Зубополянская полиция по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности разыскивает жителя поселка Леплей Чебалкино Марка Геннадьевича 1985 года рождения. Мужчина скрылся от органов дознания. Если вы обладаете информацией о местонахождении Чебалкино, просьба сообщить по телефону в Зубовой поляне 2-14-02-38-59-31 или 102. Продолжение следует... 105,5 и 6 ФМ 105,5 и 6 ФМ Милицейская волна Пожарная охрана в городский Сыро! Что случилось? Пожарная охрана, гороскоп! Пожарная охрана, гороскоп! Субтитры создавал DimaTorzok